Здарова, бро! Надеюсь, тебе всё хорошо. Приветствую. Садись поудобнее и послушай. В общем, я для тебя в скором времени приготовлю огромный, колоссальный по объёму, так скажем, труд и очень такой качественный ролик, который заслуживает твоего внимания. Этот ролик будет посвящён, как ты понимаешь, Total War Трою Царствию. Он будет за Цау-Цау, за просто невероятным захватом всей карты, но не тупо захват всей карты, а ну, конечно же, сценарий, все дела, это же всё-таки формат Global Saga. В общем, давно я не делал такие вот прям огромные ролики в формате в данном. Надеюсь, что ты его поддержишь, поставишь лукалс, воткнёшь коммент, ну, в общем, всё, как ты умеешь делать. И надеюсь, мой ролик будет заслужен как раз-таки твоим активом. Поэтому я хотел бы тебе ещё сказать то, что в скором времени я завезу для тебя ещё интересный формат отдельно по Total War. Я также планирую расширять формат на другие игры, не только Total War, но и какие-то другие стратические игры или RPG. Поэтому в скором времени сейчас я защищу быстренько диплом свой. 21-го числа ещё времени много, но почти, я думаю, что диплом готов. Да и я знаю, что и ты занимаешься сейчас, готовишься у тебя экзамены, работа, все дела. Да, только лето началось. Поэтому желаю тебе сил и, так скажем, выносливости для борьбы с трудностями. Ибо они есть, это наш жизненный путь, не нужно их преодолевать. Ибо так мы становимся только и лучше. Также хочу отметить, что как только я защищу свой диплом, я хотел бы заняться прям вплотную каналом гораздо жёстче, чем сейчас, поверь. Это огромное количество роликов будет выходить как формат Global Saga, так и Mini Saga. Также будут, также появятся новые форматы, которые ты не видел на канале. Было нечто похожее, но я это сделаю всё гораздо круче и эпичнее. Поэтому для тебя это будет прям вау. Также я хочу отметить, что хочу некоторые форматы я возобновить, те же самые битвы, потому что порой можно сделать просто невероятную, потрясающую, так скажем, схватку, где столкнутся просто невероятные виды войск. Ну и, понятное дело, это будет максимально выглядеть эпично со сценарием, а не просто так заруба. Поэтому там будет тоже всё с монтажом, всё будет очень продумано, качественно, в общем, всё, как ты любишь. Плюс я надеюсь на твою поддержку на трансляциях, на стримах, потому что стрим тоже очень важная вещь. Всё-таки в первую очередь я надеюсь на актив как под роликами, так же на стрим. Поэтому, если есть возможность, заходи, буду рад тебя видеть, ведь я стараюсь тоже на стримах выдавать какой-то контент, который будет тебя интересовать. Также пиши свои пожелания, что бы ты хотел увидеть на канале, какие-то форматы, может быть, новые, может быть, свои какие-то идеи есть по форматам, может быть, какие-то идеи по поводу стримов, какие-нибудь игры или фишки какие-нибудь вводить. В общем, я же делаю это всё не единолично. Допустим, недавно мы придумали концепт с претарианцами, то есть зритель претарианец, то есть ты, да, ты друг мой, гвардеец, претарианская гвардия, все дела. Патроны у нас являются центурионами, префектами, трибунами и легатами, а модераторы у нас являются сенатом. Плюс также в скором времени для трансляции я завезу челлендж дня. То есть на каждом стриме будет своеобразный челлендж. Он будет разный всегда, в зависимости от того, кто будет в начале пяти минут. То есть самая главная фишка присутствовать на первых пяти минутах трансляции. Почему? Как раз-таки в эти первые пять минут патроны, то есть наши легаты, доблестные трибуны и префекты будут предлагать свои челленджи для этого стрима. Игра может быть любая, может быть любая компания, может быть не только тот вор. Есть нечто правильное в смене времен года. Цао-цао. Есть может быть любая игра, любая компания, любая фракция. Это может быть RPG. Но фишка в том, что патроны, то есть наши доблестные легаты, випы, будут предлагать свои челленджи. Вот. И вы, как доблестные претарианцы, будете принимать, значит, со стороны одного из легатов, да, за кем вы пойдете. И тот легат, за кем будет больше претарианцев, и выдвигает свой как раз-таки челлендж. И этот челлендж будет приниматься как раз-таки в первые пять минут стрима. Потом этот челлендж будет вешаться на стриме, и мы будем с ним катать. Вот. А следующий стрим уже будет другой челлендж. Поэтому, я думаю, будет прикольно, и каждый раз у нас будут разные вызовы в тех или иных играх. Поэтому я хочу с вами свести этот актив просто на какой-то новый колоссальный уровень. Также я хотел бы отметить то, что у меня есть идея одна по поводу стримов RPG игр, но они будут не просто, где я буду один. Там будет присутствовать партнер мой в плане стрима, то есть будет два стримера, да, такие вот дела. И будут прикольные мероприятия, да, для вас. Такого рода формат стрима вы, возможно, видели, но это редкость. Поэтому это будет чем-то для этого канала в новинку, и, наверное, для канала данного формата в новинку уж точно. Поэтому ждите, будет весело. Я вам гарантирую, вам зайдет 100%. Плюс также у меня есть огромное желание, прямо сейчас загорелось, и хочется мне что-то интересное сделать для вас в плане купить, допустим, взять какой-нибудь планшет графический, да, для начала накопить денежку на него. Купить какой-нибудь графический планшет и начать рисовать анимации. Я довольно-таки хорошо рисую, я в свое время арты рисовал, вот, и довольно-таки часто ранее эти арты мои, вернее, вывешивались в различные паблики с артами. Вот, потом я как-то внезапно со школы перешел на фриланс-услуги, поэтому на арты я чутка подзабил. Вот, теперь я понимаю, что не стоило, надо было покупать графический планшет и начать рисовать анимации, как раз-таки. И, вот, как раз-таки. Излюдная местность, знак упадка в Китае. Правильно, Цао Цао. Как и сказал Цао Цао, нужно брать графический планшет, потому что я смогу для вас пилить какие-то анимационные ролики на тему истории, на тему Total War, на тему других игр, в общем, будет прикольно. Вы знаете, что я со сценариями, в принципе, силен, поэтому будет очень прикольно видеть данные ролики на данном канале, вот. У меня есть много идей, много целей. Сейчас я уже, благодаря тому, что большую часть диплома я написал и показал, и, в принципе, защитил предзащиту, причем очень довольно-таки легко это сделал. Я не сомневаюсь в том, что я диплом свой защищу, диплом получу свой. И потом я уже буду полностью свободен. У меня будет три месяца, июнь, июль, и май, на то, чтобы сделать очень много роликов, контента, и в целом эти три месяца будут очень важными для меня. Почему? За эти три месяца я должен поработать так, чтобы, когда я уехал, а я переезжаю. Созерзайте уход лета. Правильно, созерзайте уход лета. Великий полководец. В общем, блин, он так в тему сказал. В общем, надо будет три месяца этих очень жестко поработать, потому что от них зависит то, что ждет данный канал. И эти три месяца я буду очень сильно надеяться на вас, и на ваш актив, и на вашу поддержку. Ибо за эти три месяца я должен как раз-таки очень жестко поработать для того, чтобы переехать. Я переезжаю из своего маленького города, где я не могу стримить и работать, к сожалению, для вас, потому что нужно спать в то время, когда нужно стримить. Это ужасно. У меня плюс пять от МСК. Как вам известно, я начинаю стримы обычно очень рано днем, то есть после обеда, где-то часов 12. И для многих это неудобно. Сори. Если начинаю стримы, я, допустим, где-то уже 16.00 по МСК, то у меня это уже 10 вечера. Простите, но это капец для меня. А если, допустим, стрим начинаю где-то в 17.00 по МСК, то у меня это уже полночь. Поэтому я должен в срочном порядке переехать отсюда для вас куда-нибудь подальше. Вот. Я уже нашел куда, купил билет, поэтому сейчас нужно работать над каналом прям максимально жестко. Я поставил себе вот эти вот рамки, и я должен их преодолеть, достичь этих целей. И я понимаю, что если я буду работать в никуда, этих целей я не добьюсь. Поэтому в первую очередь все зависит от вас, как всегда зависело. Ибо этот канал растет лишь благодаря вам. Я лишь созерцаю, создаю и созидаю. Вы уже, товарищи мои друзья, даете, так скажем, смысл тому, с чем я занимаюсь. То есть без вас смысла бы не было, и данного контента бы тоже не присутствовало бы на ютюбе. По крайней мере, такие огромные ролики по ТВ я не видел. Вот. Сценарные битвы — это одно. Показать, что такое карта — это другое. А вот все это объединить в единое — это такая... Ну, мне нравится этим заниматься, потому что я, когда делаю данный ролик, получаю огромное удовольствие. Вот. Но я не могу так каждый день делать, соответственно, да, для себя-то я как бы мог бы спокойно, но это было бы гораздо реже. То есть где-то раз в месяц я бы для себя подобную роль я бы клепал. Но я хочу больше созерцать и делать, создавать. Поэтому от вас, опять же, все и зависит. В общем, не буду больше говорить ничего. Вы и так все прекрасно знаете и понимаете. Надеюсь на вас. Удачи. Пишите обязательно свои идеи, форматы по поводу ТВ и каких-то других игр. Что думаете, как вы это увидите, ситуацию. И как, кажется, вам стоит ли что-то новое там предпринять для меня. Излюдная местность — знак упадка в Китае. Правильно. В общем, всем до встречи. Цао-цао будут с нами. Давай, товарищ бро. Удачи.